Наконец-то школьники с пиписькой в руках перестанут чувствовать себя крутыми. Ну а где ты можешь действительно почувствовать себя крутым и без вредных привычек, это, конечно же, в игре Grand Mobile. В этой игре ты можешь стать абсолютно кем угодно. Можешь стать полицейским, ловить опасных преступников, устраивать дикие погони, или же вообще участвовать в операции по поимке целого ОПГ. Ну а если ты хочешь ступить на кривую дорожку, то ты можешь стать бандитом. Вначале, конечно, придётся гонять на девятках и исполнять всякую чернуху, но со временем ты можешь дорасти до целого главаря мафии. Ну а из бандитов уже можно податься в политику. Сначала стать мэром и колесить на крутых тачках по городу, устраивать роскошные вечеринки с девочками, а впоследствии дорасти до президента. В игре огромный выбор тачек, есть даже целый завод Теслы. Так что здесь ты явно не соскучишься. Я буду играть на третьем сервере мой ник NeoMarazm, так что ты можешь поиграть вместе со мной. А для моих подписчиков по моему промокоду MARAZM особенный бонус. Вы можете прямо на старте получить гелик, 30 тысяч рублей и випку на 7 дней. В общем, прыгай по ссылочке в описании и окунайся в мир криминальной России. Но перед тем, как я вас подведу к своей теории, почему такой закон может быть принят на самом деле, сначала расскажу свою историю, связанную с курением и парением, а также расскажу еще несколько интересных фактов для того, чтобы в вашей голове сложилась общая картина. Опять же, своим рассказом автор ни в коем случае ничего не пропагандирует. Так вот, если говорить про меня, то до 18 лет я не курил ни разу. И не парил в том числе. Максим мог на какой-то тусовке несколько раз затянуться вейпом своих друзей. А курить я начал только тогда, когда пошел в армию. Именно там я на стрессе решил попробовать первую сигарету, и меня настолько сильно вштырило, что, разумеется, мне захотелось испытать это ощущение еще раз, а потом еще, а потом и еще. Где-то спустя месяц активного курения те самые чувства мой организм испытывать перестал, а зависимость осталась чисто психологическая. Но спустя полгода после моего возвращения на гражданку, когда начался еще локдаун, а курить в квартире мне не очень-то и хотелось, я решил пересесть на вейп, потому что у вейпа приятный вкус, много дыма, после него не нужно по 20 минут проветривать комнату, но полностью курить я не перестал. Когда мы гуляли с другом, мы постоянно пробовали разные табачные изделия. Крутили самокрутки, покупали сигарилы, пробовали более дорогие бренды сигарет, например, Ричмонд или Чапман. А еще через год начали набирать свою популярность те самые одноразки. А в особенности самый известный бренд их производящий – HQD, ну или же в простонародье Ашки, мимо которых я, разумеется, пройти не мог. И как только я попробовал пару вкусов, я тут же забыл как про вейпы, так и про обычные сигареты. Во-первых, одноразки более компактные и легко помещаются в кармане. Их не нужно обслуживать, в отличие от тех же вейпов максимум заряжать. Они не могут протечь, треснуть, разбиться, взорваться, перегреться и всего того, что могут вейпы. От них не так много пара, поэтому их спокойно можно парить за рулем, где-нибудь в кафешках, на улице, и при этом не привлекать к себе особого внимания. Не говоря уже о том, что пар от вейпа может навредить вашей технике, например, колонкам, если вы паритесь, сидя за компьютером. И самое главное, что в одноразке мешают гораздо больше аромок, поэтому их вкусопередача значительно ярче. И с этих пор я в основном парю только одноразки. Что я, конечно же, не пропагандирую, тем более среди несовершеннолетних. Теперь вкратце, как работает все вышеперечисленное. Начнем, наверное, с сигарет. Возможно, многие это слышат впервые, но в тех дешманских сигаретах, которые вы курите, будь то Винстон, Парламент, Собрание, Мальборо, неважно. Стоят они 100 рублей или 300, это все равно дешманские сигареты. Натурального табака, если процентов 5 наберется, это уже хорошо. Все остальное, что содержится в стружке, это табачное вторсырье с добавлением не самых приятных веществ, в том числе и коровьей мочи. И в одной условной сигарете Мальборо содержится около 200 ядов и 40 канцерогенов. Многие ошибочно полагают, что самое вредное вещество в сигаретах это никотин. Но если говорить про никотин в чистом виде, то само по себе это вещество не является канцерогеном и зависимости не вызывает. Содержится никотин в табачных листьях, поэтому, допустим, те же сигары, которые представляют из себя свернутый табачный лист, гораздо менее вредны, чем сигареты. Но вы же все прекрасно понимаете, что сигареты из натурального табака очень дорогие, и большинству курильщиков употреблять их на постоянной основе позволить себе не могут. Поэтому курят дешевые сигареты Мальборо или Парламент, не дай бог еще какой-нибудь Винстон с двумя кнопками. А теперь я, возможно, кого-то удивлю, но себестоимость пачки Мальборо составляет от силы рублей 10. И основной вред здоровью от таких сигарет, что в будущем вызывает рак легких, причиняет далеко не никотин и даже не аммиак, а те самые смолы, яды и канцерогены, которые там содержатся. И когда ты поджигаешь всю эту тараканью смесь и вдыхаешь свои легкие, это не может негативно не сказаться на твоем здоровье. А теперь поговорим про вейпы-одноразки. Электронные сигареты работают по принципу кипятильника, когда вата пропитывается жижей и с помощью нагретой спирали испаряется. Основные составляющие любой жижи для вейпов это пропиленогликоль, глицерин, не обязательно, но никотин и ароматизатор вкуса. Первые два компонента содержатся в любом лекарстве и в чистом виде они безвредны. Никотин в жижи добавляется по желанию и только для крепости. Курильщикам нужна эта бодрость, чтобы мозг думал, что он курит обычную сигарету. Но основной вред от вейпов заключается в том, что при испарении те самые пропиленогликоль и глицерин образуют два других вещества, это формальдегид и акролеин. Эти два вещества являются токсичными и оседая на легких, вызывают нежелательный эффект. А в тех же одноразках и подавно содержится солевой никотин, который гораздо быстрее впитывается в кровь. И таким образом вред от электронок тоже присутствует и никто этого не отрицает. Но ущерб здоровью от парения вейпов и одноразок ощутимо меньше, чем от курения обычных сигарет. Судя по опросам, люди, которые бросили курить сигареты и пересели на электронки, начали на себе ощущать, как у них пропадают побочные симптомы курильщика. То есть проблемы с легкими, отдышки, головные боли. И я как раз из этого числа. Когда я полностью отказался от сигарет и пересел на одноразки, я начал ощущать себя гораздо лучше. Но опять же, вам я говорю, что ни в коем случае не нужно пробовать ни того, ни другого, так как полностью безопасными электронные сигареты не являются. Из всего этого возникает логичный вопрос. Почему же тогда пропаганда так сильно демонизирует электронные сигареты? Почему Госдума уже не первый год обсуждает возможность частичного или полного их запреток продажи? Подумайте сами, табачная индустрия это уже давно поделенный многомиллиардный бизнес. И акулы, которые в нем задействованы, являются монополистами уже несколько сотен лет. И тут буквально 10 лет назад на рынок врываются вейпы и начинают массово набирать популярность среди молодежи. Молодежь больше не хочет курить обычные сиги, потому что вы сами понимаете, отвратительнее вкусы сигарет может быть только вкус говна. И если у вас хотя бы больше 5 IQ, и вы примерно понимаете, как все устроено в этом мире, а также прекрасно понимаете, что даже в развитых странах в таком крупном бизнесе никакой честной конкуренции нет и быть не может, то вы осознаете, что новому игроку в этом бизнесе никто не даст так просто войти и подвинуть уже укоренившихся акул. А если по-простому и без намеков, рынок вейпов и одноразок отбирает хлеб у табачных компаний. И разумеется, последние будут за счет взяток и лоббирования интересов влиять на законодательство, толкать ложную пропаганду, спонсировать различные исследования в ученых, которые будут утверждать, что вейпы гораздо вреднее убийственнее сигарет. Только вот сколько я не пытался погуглить, что за западные в ученые-то доказали. Я только и натыкался на имена из серии Сунь-Хунь в чай. Я думаю, вы осознаете, что любые серьезные исследования не проводятся на чистом энтузиазме. Их обязательно должен кто-то проспонсировать. А несколько лет назад я даже видел какой-то новостной сюжет, где ЛДПР проводили митинги против вейпов. То есть вы понимаете всю абсурдность, да? Если вы думаете, что вейпы стали запрещать только сейчас, то я вам скажу, что палки в колеса рынку электронных сигарет вставляются уже долгие годы. Чуть ли не с момента их появления. Началось все с запрета определенных видов жижек, якобы по причине повышенного содержания никотина. Постоянно придумывают все новые и новые причины, чтобы вытеснить с рынка определенных производителей. А также, если вы думаете, что Россия это первая страна, где запрещают вейпы, вы очень сильно ошибаетесь. Во многих развитых странах Европы уже давно продажа электронных сигарет является нелегальной. И рынок вейпов там по факту уже мертв. Приведу в пример Турцию, страну, где я сейчас проживаю. Здесь продажи электронных незаконны, и купить их можно только из-под полы втридорога. И то сомнительного качества. А Турция это одна из самых курящих стран в мире. Да и подумайте логически, вам не кажется странным, что пропаганда так сильно ополчилась именно против вейпов? То есть запрещать алкоголь никто не планирует. Хотя по статистике, каждое третье преступление в России совершается взрослым человеком в состоянии опьянения. А каждое шестое пьяным подросткам. Запрещать сигареты, в которых содержатся яды и канцерогены, также никто не планирует. А вот вейпы-одноразки, это вселенское зло, которое нужно запретить. Я думаю, теперь у вас 2 плюс 2 идеально складывается. Кто стоит за всеми этими запретами и ограничениями в сфере электронных сигарет? Потому что если бы все государства, которые вейпы уже запретили или собираются запрещать, так сильно заботились о здоровье молодежи, они бы помимо вейпов запретили как алкоголь, так и сигареты. Но почему-то ополчились все только против вейпов. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео.